Очередное виртуозное перебывание витебских чиновников всю жизнь. Не снимал красный-зеленый вот этот символ. Вдруг, пам-пам-пам, появилась погоня на пиджаке. Предприятия рушатся, колхозы рушатся, денег в экономике нету, бюджет, дефицит, а у них всегда все хорошо. В Минобороны назначен полковник Дмитрий Григорьевич Вольфович. Прямо на удивление фамилия что-то напоминающее. Завтра станет выбор между добром и злом, и этот человек добро точно не выберет. У нас там лучший работник детского сада, воспитатель полетит в космос. Бессмысленно, оно в итоге получилось, когда вот с таким преподношением. Личная польза, вот какой президент у нас. Беларусь стала при нем космической державой. Всем привет, Дмитрий Корниенко, Александр Ковалев, Александр Корнышев. Очередный обзор недели витебских новостей. Всем привет. Витаю. Здравствуйте. Так, с чего начнем? На этой неделе прошло мероприятие Белой Руси, партии нашей белорусской такой известной одной. Стали известны имена кандидатов, делегаты в НС. Но для нас это ж не новости. Я думаю, что это новость только для каких-нибудь телерадиокомпаний. На что мы обратили внимание? Очередное виртуозное перебывание витебских чиновников в воздухе. И тут конкретно бывший председатель облсовета Терентьев, которого все помним, как кота выкинули из облсовета депутатов за шкирку. А он, по сути, всю жизнь не снимал с своего лацка на красный-зеленый вот этот символ. И тут вдруг, пам-парам-пам, появилась погоня на пиджаке. Да, такой странный такой. Кто обратил внимание на это? Я сразу увидел, что что-то изменилось у него. Он явно поменял ориентацию. Вот мы сейчас все вместе видим, такой вот красивый у него значок с погоней. Это очень красиво выглядит, кстати. Я бы такой бы носил бы тоже. Ну, то есть достаточно символично все такие переобывания. И в очередной раз хочется всем и подумать, и задуматься, ради чего нужно было раньше работать, ради чего надо в будущем работать, что делать сейчас. То есть прям такая очень-очень символичная, мне кажется, на сегодняшний день. Такие все, как это, достаточно показательные методы выражения своей точки зрения. Так, что еще? Я раньше всегда про Терентьева мы говорили, что вместе с Хамой они эти два всадника Абокалипсиса. В 20-м году достаточно угрожающе выглядели, когда ходили и там и по городу по ночам, расхаживали вдвоем чуть ли не за ручку. И достаточно там большое влияние, мне кажется, имели на ход голосования, на фальсификацию эти все. Сегодня смотрю, и у меня такое ощущение, что это просто болик и лёлик скорее. Уже там от их Абокалипсиса ничего не осталось. Если Терентьева уже давно выкинули, то Хама, мне кажется, тоже до президентских выборов не доживет на своем месте. Ну, как бы и опять вот к мотивации. Зачем? Есть что кому добавить? Нет. Няма. Няма. Тогда вторая новость. Поехали посмотрим. Я обратил внимание тоже на этой неделе. В очередной раз приехали проверяющие, в этот раз из России, проверяющие смотреть, как Витебс готовится к форму регионов. Если раньше приезжали проверяющие из Минска, и Качанова была, и Руссы был, то есть, ну, такие средние, ну, хотя Качанова там не средний, кроме достаточно высокий чиновник. Приезжали, проверяли, то сейчас приехала из России делегация. И я вот посмотрел, как-то интервью давала Никитина, это зампред облсполкома. И вот со стороны хорошо видно, кто в доме хозяин. После приезда проверяющих из России зампред облсполкома, то есть, это прям высокий чиновник, запинается на каждом слове. И, ну, это для нее вообще не свойственно. У нее большой повод разгонять всякую дичь перед Лукашенко. А тут всего лишь чиновники из России приехали, и она перед ними, ну, двух слов там, запинается, говорю, через каждое слово. Ну, что же случилось? И можем тут, наверное, включить видео. Жень, можешь включить? Посмотрим. Я думаю, что наши объекты подойдут для проведения форума, может быть, с исключением неких небольших корректировок. В целом, к проведению секции мы готовы полностью. Идет некоторый косметический ремонт, то есть, определяются объекты для питания гостей. Как думаете, с чем связана такая достаточно очень странная реакция? Ну, реально, я первый раз вижу ее, чтобы она вот настолько в каком-то стрессовом состоянии выступала. Она всегда такая веселая, жизнерадостная, довольная. Что бы вокруг ни происходило, эти предприятия рушатся, колхозы рушатся, денег в экономике нету, бюджет, дефицит, а у нее всегда все хорошо. Всегда новые наряды, новые прически, новые заколки. Вот, а тут прям какая-то... Важно, что инспекция засталась незадовольна, какая проезжала, что то, что и они поглядели. Но там на угол разумовала была про то, где будут заселять гостей, колький фонд в этой койковой есть в гостинице Лучоса, где будут кормиться. И на вот это им не сподобалось. Ну, подобно на то. А вот что, что и они побачили, где подрыхтовка до форму регионом, но, сдается, и они застались, ну, не добрые ураженные. Ну, еще может быть такое. Мне кажется, не ураженные, не ураженные, мне кажется, может быть, достаточно там какое-то давление оказали на нее. То есть одно дело, знаешь, там приехали какие-то, не знаю, то есть проверяющие, это уж условно проверяющие, как они... вопрос всех сил и проверяющие, как они могут воздействовать на чиновника. То есть как из России чиновники могут... Что они ей могут сделать такого, чтобы она так реагировала. Вот, и по факту, наверное, может быть, она и не ожидала, что приедут и начнут высказывать свои... Не то что пожелания, а прям требования, что делать, а тут, наверное, ситуация оказалась совсем обратной. Ну, а по гостиничному фонду, ну, по факту что у нас? У нас только в Витебск сейчас ремонт идет, остальные же все гостиницы уже с Советского Союза. Эти телевизоры стоят. Ну, да. Никаких, практически, ни изменений, ничего. И о чем? То есть, какие гостиницы? Лучоса одна из последних, ну, так, из последних это 15 лет назад было. Все старое, конечно. Ну, продолжая тему, хотел еще обратить внимание на такую новость, на должность военкома Витебской области приказом Минобороны назначен полковник Дмитрий Григорьевич Вольфович. И какая-то, прямо на удивление, фамилия, что-то напоминающее. Я, продолжая тему поиска, если продолжать тему поиска хозяина в доме, не могли пройти мимо назначения Вольфовича, фамилия знакомая, и мне кажется, совершенно очевидно, что такие товарищи на российской границе, в Витебске, ну, не просто так назначаются. Можно почитать его биографию, я думаю, многое станет очевидно, понятно. И потом посмотреть на знамя Полоцкого натискаться, но нехай будет Вольфович. Ну, давай. Так, ну, это молодший брат Александра Рыгоровича, но не того Рыгоровича, который керувит, ну, так, краиной, быцем бы, а Рыгоровича, який заявляется держсекретаром Совета Беспеки Беларуси, Александр Рыгорович Вольфович. Он, Дмитрий, на пять годов молчу за его, невядома, ці нарадзіўся он у Казані, як яху старыша брат, але я почунаў свою военну адюкацію, мінавіта у Казанской учэрні. І в 94-м годі, калі візь почалася Чашэнская вайна, он якраз выпустиўся, і лейтенантам оказався мінавіта на гэтай вайне. А ленеў в составі не в складі російська армия, а ён контрувай веткай був закінуты ў оппозицію Чашэнску. Ну, і потім оказався ў Полоні. Ну, і такі, ну, вельмі цікава ёху биографія, ёху там вытягували, ёпісал ёліст Ёльцину. Потім просіў велікі гроші з федеральній службе контрувай веткі. Ну, гэта, гэта, ёнадцатая годы, той цікава піреўд. А потім, яны сямію казаліся ў Беларусі з братам, з брат такого чына дайшоў, ён был і генштаб ўзначаліў, і з двадцать першага года, здаецца, ён брат ягма, дяш сакратар. А Дмитрай ў Беларусі на апошній час, ў десять гадоў, ён ў военкомах служыл. Я ведаю, што ён был наместником военкома ў Витебскаў область, але ў двадцать третьем гаде ён быт саму ў Минскай область был. Ну, я поглядил, там, некоторі нотатки здаўши смей, ён у Минскай область ён. А лёвай зараз вернули ёго ў Витебска, ну, за того, что у нас стала вакантнае месо военкома Витебскаў область. Ну, тепер ёзначалі. Ну, ёк ён брат, гадамо, што гэта ўлёди, які адстоўваюць інтерэсі Росіў, тому, ёх ённая позиція, ёна минаўт изгэтаў повреду саходить. Ну, і да, і прям, вот, не надо не заоценивать военкома, военкомата, не надо думать, что это всего лишь набор призывников, то есть, ну, это прямо серьёзная-серёзная машина. Я помню, в двадцатом году разговаривал с одним замов военкомов такой прям десантник-десантник из сто третьей, большой дядя, широкий, высокий, в тельняшке, он говорит, я всегда думал, что это такие шестёрки военкомати работают, а теперь, когда сам пришёл работать, понимаю, насколько это серьёзная и влиятельная организация. Вот, и, как бы, понимая это, ну, нужно всё-таки давать себе адекватную оценку, зачем такой товарищ находится, возглавляет военкомат, и никакой нибудь, там, почему бы не на польской границе, почему не в Бресте, не в Гродно, а почему именно в Витебске. Такое, я бы, наверное, не сильно бы тут разгонял выводы какие-то, пускай все выводы сами попытаются... Но тенденция это опасная. Очень много русских, особенно в таких чувствительных для страны местах. Ну, тут же ещё тоже такой момент, я бы не акцентировал внимание русский и не русский, тут же ты понимаешь, какая биография, какая разница русский и не русский, тут очевидно, какие цели взгляда у человека, вот и всё, то есть завтра станет выбор... Да, завтра станет выбор... Корея русско-центричный. Завтра станет выбор между там добром и злом, и этот человек добро точно не выберет. И я, знаете, тоже хотел сказать, что мне кажется, тоже очень показательно новости на этой неделе, вот мы сейчас обсуждаем, вопрос красно-зелёной символики уже не стоит, мне кажется, её дни сочтены в Беларуси, вот, а вот что будет дальше, это хороший вопрос. И тут два варианта, либо Вольфович со своей компанией внесёт двуглавого орла в облосполком, как по сути это уже сделали в Полоцке, уже в Полоцке двуглавого орёла в кадетском училище, понимаете, у нас какая страна, либо как Терентьев все поменяют свои значки на погоню на своих лацканых пиджаков, то есть вот два варианта, тут третьего быть не может, и этот выбор нужно делать сегодня, если хотя бы не показывать это, то хотя бы в голове внутри себе этот выбор сделать и исходя из этого вообще ориентироваться на местности, вот и всё. И, конечно, у меня мега-большая надежда, что всё-таки все сделают правильный выбор и таких, как Вольфович, всё-таки у нас меньшинство. К сожалению, это может быть и меньшинство, но это меньшинство в армии, к сожалению. Хорошо, то ли про этничное походжение, махчима, что семья из Беларуси, их, и они вернулись, ну, то бог, я наоборот, семья военная, и батьки, и деды, и бытцы, и военные, там, и они, ну, по Советскому Союзе, там, катались на свой час, а потом вернулись в Беларусь, ну, ну, махчима, я докладно не памятую, или махчима, и они походят в Беларусь. Ну, здесь дело не в национальности, как я вот поправился, он просто русскоцентричен, вот это, это самое, ну, советское, ну, российское, ну, советское, российское, сейчас это все как-то в одном котле водится. Так, так. Ну, и опять же, тут вся опаска какая, можно быть как угодно центричным, когда это просто твое мнение взгляда, когда ты, во-первых, военный, высокопоставленный чиновник, который находится на должности, когда идет война, вообще крупнейшая война идет сегодня, ну, и как бы тут все совпадения не случайны, как говорится, поэтому. Да, точно. Ладно, поехали дальше. Сборы очередные прошли, я бы тоже сильно не, прям, не делал бы из этого какую-то трагедию, как бы обычное мероприятие, понятно, что в рамках войны это обычное мероприятие вносит какие-то свои корректировки, повышенное внимание у всех, на этих сборах обратили внимание, что достаточно много врачей было призвано, и мне кажется, тоже это условия войны продиктовано, все и зависимые, и независимые, и российские, и украинские аналитики, все говорят, что там мега большая просадка в России по врачам военным, по времени доставки раненых, и так далее, ну, и как бы очевидно, в Беларуси те же самые проблемы, и вот на эти сборы вроде бы как, тут все говорят, что достаточно много врачей было, забрали на эти сборы, и, не знаю, информации немного вроде бы, но один врач даже, по-моему, умер. Дим, тоже можешь подробнее что-то рассказать? Ну, подробностей не так шмат, но так кажется, что в Лепельском районе коли были военные сборы, то один медик, у него оторвал все тромбы, и он загин. Это, ну, не так давно было, да. Ну, вот, как бы, опять, тут сложно какие-то притягивать. Да. Какие-то все новости, ну, я не знаю, война войны, вот, честное слово, специально не подбирали, и прям то, что эти пропагандисты пишут, вот, самое интересное выбрали, и самое интересное рассказываем. А хотя тоже, вроде, даже если, получается, война между строк, и специально мы тоже это за уши не притягиваем, то есть, ну, реально так получается. Субботин, в очередной раз приехал на Монолит, завод радиодетали Витебские, Субботин, ну, и там вся компания, как обычно, и Собынич, по-моему, был, если не ошибаюсь, наверное, я его там, по-моему, на входе встречал. Так, Собынич. Алинин Чарвова, я на першенью приехал на Монолит. Собынич? Не, не, Субботин, я на першенью приехал на Монолит, так. Ну, вот, видишь, я, значит, ошибся, но то, что там офицеры делегации чиновников регулярно, это факт. И Субботин, я не знаю, с какой-нибудь целью приехал, факт остается в другом. Почему-то, я не знаю, насколько это вообще хорошо, и, может, для психики полезно, конечно, закрывать глаза на то, что ты делаешь, но фактически, и делает свою работу, которая, итогом этой работы являются запчасти для, то есть 99% продукции, которую выпускает завод, оно идет на оборонку в Россию. То есть это детали, которые ставятся и в ракеты, и радиодетали, в связи, ну, то есть детали даже завод сам не скрывает, это не то, что мы тут придумали, это обычная статистика, которую завод выдает, и они это выдают, к сожалению, это тоже одна из проблем, они же ее и выдают еще как повод, для какого-то там супер достижения. Сидели бы тихонько, делали бы и прятали бы эту информацию, но по факту, вот, какие мы молодцы. Интервью снимаем, губернатора пригласили, мэр приехал, люди довольные и счастливые, зарплата у всех большая, а все прямиком идет на войну. Вот. Мы каждый раз практически об этом говорим, то есть вот с каким эмоциональным состоянием можно все это делать, и вот о чем люди думают, когда идут на работу, с работы возвращаются, зарплату получают. Все радуются, что они получают большую зарплату, наверное, сейчас. И никто, все совесть куда-то спрятали подальше, есть возможность, в принципе, что-то заработать, вот и зарабатывают. В стране, где небольшие заработки, где, в принципе, очень часто нищета, вот, вот работает предприятие, и отлично, и, в принципе, не дрогнет ни один мускул, то, что это все идет на войну, ну, что этой продукцией будут дети, женщины, вообще люди в Украине будут убиты, никому нет никакого дела. Это печально очень, конечно, смотрится, особенно со стороны, конечно, это ужасно. Ну, печально, понимаешь, тоже, как бы, зарплату получают, ну, мы же все-таки, понятно, что не передовики европейского производства, ну, и не Африка все-таки, ну, что значит, не за еду же работают, ну, не такой уж прям уже совсем, даже не то, что не такой совсем, вот, Дим, ты меня, может, поправишь, мне кажется, все-таки с труду понятно, что на такую зарплату, может быть, ты не устроишься, не найдешь работу, но то, что найти работу, не такая большая проблема, это все-таки факт, скорее даже, наоборот, дефицит кадров сегодня. Ну, дефицит великий, да, у нас по Витебской области 16 тысяч кадров не хапаем. Ну, то есть тут вопрос просто... Значит, могут найти другое место для работы, если уже, ну, если так рассуждать, то... Вот в том-то и деле, больше вопрос, хотим есть там вкуснее или не вкуснее, и вот эта цена, цена покушать вкуснее стоит выпуском деталей на войну, то есть это прям вот непосредственно войну, то есть это же даже не ботинки какие-то, которые там Марко шьет, это не одежда, то есть, ну, это прям вот конкретно военные детали, которые конкретно летят, вот они прям летят в Украину, и... Скажем так, мне всегда непонятно, с какими мыслями можно это делать. Зампреда Толочинского райисполкома вывели с рабочего места прямо в наручниках. Это прям какая-то тоже для Белоруссии нормой стала именно с рабочего места забирать. Зачем? Ну, то есть понятно, что она никуда не убегала бы, на машине не переплывала бы, речку в Литву, в Латвию, в Польшу, и не бежала бы по степи в Казахстан. Ну, зачем вот наручниках с рабочего места выводить, выносить человека? У кого какие мысли? хочу сказать, что это было в межах эксперимента, следчиво, ну, как там, кажется, ну, кажется, что именно это за Хаббар, я ее взял, тому, почему и Хаббар передавали Брамау в кабинете райвы конкам. Ну, тому, ну, вы такие выделили. я докладное не ведаю. Что я думаю? Инна Степановна Голубкова, это в городе довольно ведомая женщина, я напочинала с наставницы русской, белорусской, мы уже докладно не ведаю, и она кировала отделом эдукации, вот, улучшение потом, тропила уже райвы конкам, и там была наместником старшини Минавитта по пытаниях эдукации, идеологии и культуры. Разом с тем, я на 28-м скликании была депутатом и районного совета, и депутатом областного нашего Витебского совета. Она так само кирует Белорусским союзом с Жанчин в Талачинском районе и является сябром Белоруссии. Там ошматую и розных посад доволи человек такие высокими чинами, а Леу не тропила за Хабар. Ну, те кажут, что за Хабар, а Лена я думаю, что я на оси за. Что там сдавалось, а мы покой не доведаемся, доведаемся, что я возникла, и я на оси за. Ну, я только в очередной раз хочется добавить, мы практически каждый раз, когда говорим про эти задержания чиновников, хочется добавить, что прям надо делить на два то, что говорят. Не исключено, конечно, что и взятку брала, но и в то же время прям в легкую могли силовики специально вынудить за какие-то, даже не то, что идеологические, то есть просто кому-то помешало, то есть это сегодня такой абсолютно нормальный элемент расправы стал. Взять, посадить человека, даже не расправы, бог с ним расправы, еще можно было как-то это тоже списать, а даже просто элемент наказания очень часто, давайте в угол поставим, только угол этот у СИЗА находится, это хороший пример с Норкус, хороший пример по Витебской области, вот, это же не расправа была, всем было со старта очевидно, что нету никакого состава преступления, со старта, прям с момента задержания, но нет, надо там два года подержать, сколько она, два года Норкус посидела? У меня, ну, достаточно много, она там, точно больше года просидела, и мне кажется, что примерно та же история будет с Брыло, Брыло, да, я уже забыл, как быстро эти люди вылетают из памяти, из головы, насколько они незаметны, но мне кажется, та же самая история будет, то есть посидит в СИЗО, и я уверен, что точно вернется, точно его не посадят, это факт, вернется он, не вернется на какие-то госслужбы, не знаю, но то, что сидеть он не будет, это прям вот я могу поспорить с кем угодно, поэтому любые вот такие новости, к сожалению, в отсутствии какой-то возможности давать альтернативную информацию, узнавать эту альтернативную информацию, пытаться там какие-то журналистов никаких нету на местах, очень сложно оценивать, но опять, имеем то, что имеем, и приходится в любом случае каждый раз под сомнение ставить все вот эти как-то заявления силовиков. Вот, ну, как есть, что имеем, то имеем в любом случае. Вообще, я на самом деле тоже, если у кого-то бы истолочено была возможность написать нам информацию, то есть вообще просто даже о человеке, о личности, потому что хабар хабарам все что угодно могло произойти, сегодня хабар же это тоже за уши притянуты многие вещи, то есть там могли быть просто и как-то из последнего, то, что мне нравится, а не толочно вообще было, где вот это из природоохраны чиновница? Не, Сино, но не толочно. Тоже наша область, скажем так. Это подстава может быть, конечно. Все по нашей области, не, но подстава не подстава, и что касается Сино, там была другая история, то есть человек брал деньги для того, чтобы свою текущую деятельность осуществлять. Никому не выделяют, ни транспорт не выделяют, ни топливо не выделяют, ни там какие-то средства связи, а делать нужно. Я, ну, то есть, а как добиваться результатов? Делайте, как хотите. Ну, вот и периодически приходится, наверное, вот какими-то такими схемами пользоваться. Опять, это не столько про нее, мы не знаем, как реальность ситуации, но то, что это прям нормальная практика вообще в области вот такая, каких-то таких теневых схем, не обогащения личного, а просто, чтобы систему стабилизировать, саму же систему. А в итоге сама же система этих людей в расход пускает. Еще тоже такой момент, я бы себе, как в эту, в нашу какую-то себе, в ответственность, в задачу себе взял доносить эту информацию до чиновников. Ну, как бы, вы же видите, что вокруг происходит такое регулярно, то есть тут вероятность, что такое же случится с вами или с вашими коллегами, она максимальна. И зачем судьбу испытывать, ради чего тоже, непонятно. Ладно, последняя новость у нас. Вроде как, Витебска не касалась, и не хотел я об этом говорить, но наш витебский астроном решил все-таки рассказать, что мы стали космической державой. Вот, и не то, что астроном, мне кажется, уже потом после астронома все, кому не лень, писали о том, как мы, как Беларусь полетела в космос. И это, возвращаясь к нашим рубрикам открытия недели, я бы такую параллель провел, когда из какого-то рядового, незначительного, совсем простого события делают народные достижения, народные какие-то там суперрезультаты, которые там Беларусь достигла, якобы там уже с космическими странами поравнялась. Вот, по факту же, ну, во-первых, тогда сложно оценивать реальную ситуацию Беларуси, когда вот такие простые события превозносятся. И, во-вторых, то есть, даже сам космонавт, Новицкий, я вот даже не знаю, он вроде как, все говорят, что Беларусь, но он почему-то с российским флагом всегда. Или у нас уже в Беларуси у многих российский флаг должен быть. Ну, вот сам космонавт выступал, говорил, что, то есть, она летит абсолютно не как космонавт, как просто турист. То есть, он же даже сам сказал, с Лукашенко, с Лукашенко и был созвон, и он говорит, что хотелось бы, чтобы все-таки мы перестали летать, как туристы, а уже хоть попытались, хоть как-то в космосе присутствовать. Вот. И я смотрел интервью, ну, то есть, это же прям тоже распространенная практика туристов возить, их все страны мира своих каких-то там туристов возят. И по возвращению все всегда говорят, там, ваши впечатления, они говорят, какие у нас впечатления, руки болят. Че руки болят? А всегда по рукам били, чтобы мы ничего не трогали, не дай бог. Вот. То есть, ну, вот полетел космонавт, и только ни до чего не дотрагивайся. Вот ее отвязали, когда она прилетела от кресла, она полетала, полетала, назад, потом через два дня запихнут обратно. Вот. Ну, как бы, это все хорошо, если бы это так же и преподносилось. А когда это преподносится, когда тут супер достижения народного хозяйства. Мы вчера на комбайне ездили, а сегодня в космосе летаем. Вот. Вот это, вот это плохо. Нет, дело в том, что потратили очень много денег на это. Это когда едет какой-то космический турист, миллионер, миллиардер, он тратит свои, да, вот у него такая блаш, где там интерес жизни, вот, ну, или в космос летать, или как вот, так сказать, спуститься в океан, который погиб вот не так давно, да. Ну, это личные дела. А здесь государство оплатило просто туристический билет, можно сказать, непонятно кому, непонятно зачем, подняло с этого шум и потратило в принципе государственные деньги, на которые могли много, много что-то сделать в стране. Там же, она же не поехала с научными исследованиями, она вот как вот правильно сказал Саша, ее отрезали, она полетала, ее привязали, сказали, сиди тихонько и жди, когда мы обратно тебя приведем. Вот и все. Ну, вот, да. Я на самом деле тоже по деньгам. Понимаешь, как бы и деньги можно тратить, нельзя собрать все абсолютно деньги и там, допустим, все их в медицину в кинуть. Ну, это бессмысленно, это бессмысленно. Да. Ну, оно бессмысленно, оно в итоге получилось, когда вот с таким преподношением, когда из этого там никакой пользы не извлекли. Если бы это, знаешь, сделали бы какую-то национальную программу, там, лотерею какую-то, лучшая, лучшая учительница года полетит в космос, там, лучший работник этого детского сада, воспитатель полетит в космос. Ну, окей, почему нет? Ну, как вариант, может быть, это совсем другой был бы вариант, это было бы какое-то привлечение, все равно это была бы польза, да, какая-то, можно было извлечь. А тут, я не знаю, что они извлекли из этого. Ну, а тут извлекли только личная польза, вот какой президент у нас стал, Беларусь стала, при нем стала космической державой. Он сам слетал бы, но у него, наверное, здоровья просто не хватает. В один конец. Да, в один конец было бы, конечно, хорошо, но это мечты пока. Так, ну что, есть что-то еще добавить хорошего к этой неделе? Хорошей? Дима, может, что-нибудь там расскажет? Не могу. Все самое интересное было неделю. Все самое интересное закончилось. Ну, скучное, скучное, но на самом деле, мне кажется, Терентьев был этим хедлайнером этой недели, за что ему большое спасибо. Но, опять, я тогда еще тут две минутки отступления делаю, мне кажется, я не помню, мы с Димой, наверное, в прошлый раз созванивались, разговаривали на этот счет. Сто процентов большое количество чиновников, не надо думать, что они там все за Лукашенко. Сто процентов очень большое количество чиновников прекрасно понимает, что какое будущее в Беларуси, что будет впереди, куда она должна двигаться, как она должна развиваться. и не исключено, что тот же самый Терентьев, он спокойно, неизвестно, как он голосовал в 2020 году, несмотря на то, что он в фальсификациях принимал участие, то есть все, что угодно могло быть. Но это вообще ни разу ему никакое оправдание не может служить никаким оправданием. То есть он сегодня находится там, где находится, и мы имеем информацию ту, которую имеем, и поэтому как бы делаем выводы, исходя из того, что вот просто вовне просачивается. Они же сами вот этот инфополе сформировали, на основе которого мы тут выводы делаем, поэтому тоже ему тут сейчас в ноги кланяться за то, что он погоню повесил, никто не собирается. Вот, поэтому, поэтому, поэтому. Поэтому всем спасибо. Отличный созвон. Я, всего доброго. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.